Большая батарейка это хорошо. Это очень хорошо. И давно уже даже не особо втянувшимся в российский рынок смартфонов известно, что у хайскрин такие аппараты всегда есть в портфолио. Но если во второй инкарнации Boost, например, был долгожителем, то в третьей стал еще и музыкальной шкатулкой, что, соответственно, не могло не наложить отпечаток на ценовое позиционирование. А как быть, если просто хочется, чтобы смартфон работал не долго, а очень долго? Да вообще изи, как говорим мы на kender.ru. Если быть точным, то все же не просто изи, а изи пауэр. Я, честно говоря, сомневался в этом смартфоне, но так как я являюсь большим фанатом игры Pokemon Go, отказаться от возможности в условиях, приближенных к боевым, основательно погонять хайскрин изи пауэр не смог. Так что тест-лаб портала kender.ru усиленно бегал со смартфоном и готов высказать все, что надумал за это время. Итак, перед нами внушительных размеров кирпичек, весом аж, страшно говорить, в четверть килограмма. Один только аккумулятор тяжелее многих сегодняшних смартфонов, но так и должно быть, потому что под крышкой аппарата спрятались аж 8000 мАч. Не 5, не 6 и даже не 7, 8. В принципе, пауэрбанк такой небольшой. Только в этот пауэрбанк встроили смартфон с не то чтобы неплохими, но весьма рабочими компонентами. Но до начинки мы еще дойдем, а пока хотелось бы остановиться на внешнем виде, потому что сделать толстый смартфон с большой батарейкой это полдела. Можно сделать еще его и китчевым, но как это выходит у окуителя 10 тысяч. Когда-нибудь я научусь правильно произносить название этой марки, но это будет явно не сегодня. Так вот, перед нами очень крепко сбитый аппарат, корпус которого пусть и выполнен из пластика, ощущение надежности оставляет в избытке. Ну, потому что люфтить его я так не заставил, заднюю крышку еле снял, а аккумулятор вытаскивал вообще отверткой. Потому что ни я, ни жена, ни кот при помощи ногтей, когтей, пальцев и большого количества неприглядной лексики с этим не справились. Крышка не прогибается, а аккумулятор заполняет вообще все доступное пространство. Две трети из более чем полутора сантиметров толщины изи-пауэра. Черный корпус, или эдакий мрамор с вкраплениями, красивый короче, в меру строго аскетичен. Есть еще и красная версия, но фронтальная панель все равно останется черной. Если раньше мы могли сетовать на то, что ее не выполнили в цвет корпуса, то теперь тренд обратный, и все хотят хотя бы такую виртуальную безрамочность. А почему нет? Экран в аппарате 5-дюймовый, это IPS, разрешение HD, но это сухие характеристики. В деле смартфон показал себя отлично и под лучами солнца, и при полной и минимальной яркости, и даже под разными углами взгляда экран демонстрировал на удивление хорошую картинку. Конечно, можно было бы хотеть какой-нибудь AMOLED, но если честно, я так и не смог найти хоть одну причину, по которой мне не нравится. Экран в изи-пауэр. Тут уж больше хочется немного поворчать про подэкранные кнопки без подсветки, только две точечки и кружочек посерединке. Они сенсорные, естественно, и вполне отзывчивые, но иногда мозг подвисает, ожидая, что сейчас они засветятся, они все не горят и не горят. Серьезным недостатком это назвать нельзя, конечно, но ждем какой-нибудь изи-пауэр эво или сразу изи-эво про, чтобы наверняка в хайскрин следят за тем, чего хотят пользователи. Проверено на себе. Сердцем этой мини-электростанции стал привычный уже Mediatek MT6737, и это неплохо, так как вполне себе энергоэффективно. Чего явно не хватало лично мне, оперативки. Ее здесь гигабайты, и это мне показалось откровенно мало. Но это потому, что я привык в фоне держать кучу всякого разного, вообще оперативки у меня 6 гигабайт в моем очередном смартфоне. А тут вышел из покемонов, ответил в телеграмме, вернулся, они перезапускаются, и спаун магнимайта уже закончился. Так что кондейный Вольф опять не собрал к массы Вольфу под Лаки Эггом. Эммм, ну то есть памяти мало, да. Бенчмарки, как мерил производительности, конечно же, ну такое. Но под 30к попугаев в антуте есть, да и ладно, мы же вроде как обязаны прямо эти цифры измерить и показать, а вы уж сами дальше думайте и решайте. В конце концов мы же не гоняем смартфон в режиме бенчи, мы им пользуемся в абсолютнейше смешанном режиме. А это уже совершенно другая история. Ведь если мы говорим о пользователе, которому тонны игры, стая соцсетей в постоянном доступе в полклика не нужна, это вполне достаточное место, в котором уживутся браузер, какой-нибудь вайбер или ватсап, ну и карта по мелочи или ютюб. Благо в самом аппарате жрать память нечему. По старой и действительно очень доброй традиции в хайскрин установили чистенький, аккуратненький андроид, версии 7, без оболочек, мусора, рекламных приложений, шереварных игр и прочей нечисти. Есть только приятный менеджер файлов, но и все. Дальше сами решайте, чем изи-пауэр набивать. Воля ваша. Что касается игр, то играли мы не только в Покемон Гоу, естественно, но и в другие игры в нашем наборе. Заметили странную особенность? Шутеры от первого лица работают хорошо, без проседаний и прочего. А вот с гонками не заладилось, как мы не пытались. Благо памяти много относительно в устройстве 16 гигабайт, так что попробовали разное, можете взглянуть сами. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да, если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича, как говаривал товарищ Гоголь, смартфон вышел бы поживее в работе с рядом приложений. Но тут с другой стороны выступает интересный факт. За хайскрин EasyPower просит 7500 рублей и больше не просит ровным счетом ничего. А это значит, что можно переходить именно к практическим деталям устройства. Камере, связи и его величеству во всех смыслах. Он как iPhone 8 весит. Аккумулятору. Хотя связь это главное, не для всех понятное дело, но наличие стабильно работающего LTE и весьма пристойной передачи голоса в EasyPower меня порадовало. Интернет мобильный, правда, во всем спектре поколений связи будет представлен только на одной сим-карте. Вторая будет довольствоваться 2G, но это не критично. Сим-карт 2, слоты, микросим. Есть отдельный слот для микро-SD, что традиционно является плюсом в подобных аппаратах. Почему? Ну, потому что обычно в данной ценовой категории из устройства пытаются сделать нечто универсальное. А под все приложения, музыку, фото и видео памяти маловато будет встроенной, как ни крути. А сим-карт народ уже приучился искать 2. Будь то связка голосового тарифа, интернета, рабочего и личного номера, неважно. Главное и пару сезонов Orange is the New Black залить, и дискографию короля и шута, и при этом иметь возможность поставить карты, мессенджер, пару игр и не выбирать, что же мне нужно, симка вторая или память добить про запас. Тварь ли я дрожащая или право имею? Ну да, прям как раскольников, честное слово. В Wi-Fi версии вплоть до N и Bluetooth версии 4.0. Надо ли упоминать? Вот про работу GPS скажу. В Pokemon Go во время рейда важно, чтобы твой перс не бегал по карте, а то бежишь от гима и все, не кинуть рейд пасс. Так, меня опять принесло. Работа GPS понравилась. Стартует быстро, бегает не больше, чем в том же Galaxy 7 Edge, а там чип очень-очень неплох. Так что для навигации, пеший ли, конный, автомобильный, изи пауэр подходит очень даже. И сядет он часов так через 8 в режиме тотального напряга на все железо. А вот если вы не особо геймер, не особо фотограф, не особо болтун, то у вас будет неделя жизни смартфона. Это если вы иногда новости почитаете, музыку в метро послушаете, кино в автобусе посмотрите или YouTube там. Неделя, Карл! Просто лежать активным с симкой смартфон будет недели три в квартире или две в рюкзаке. Московские сети нещадно бьют перерегистрации на вышках по батарее. Но здесь проблема нивелирована адской мощью аккумулятора. Кстати, тут есть плюс в малом количестве оперативки. Старый фоновый софт аккуратно уходит в небытие, оставляя право на жизнь свежезапущенному софту. Короче, опять не вышло минус найти. Хотя нет, есть минус. Аппарат кушает до полного заряда ровно 5 часов, ну хорошо, и 12 минут еще сверху. Это много. Но раз в неделю потратить ночь на зарядку при классическом использовании это не грех. Зато плюс работа в качестве пауэрбанка, не в переносном, а в прямом смысле слова. Да, в комплект бросили наушники, можете проверить аудиовыход на работоспособность и потом этими ушами помидоры на даче подвязывать. Можно взять что-то рублей за 400-500 в китайском магазине. Звук будет типовым, но не неприятным. Для транспорта без претензий на аудиофилию сгодится вполне. Но в комплекте нет ОТГшки. А еще лучше кабели microUSB, microUSB. А ведь это бы очень пригодилось. Внешние устройства заряжаются медленно, но, впрочем, верно. Камеры. Фронталка на 5 мегапикселей, основная на 8. Ну, камера в аппарате за 120-130 баксов. Она и есть камера в аппарате за 120-130 баксов. Радует, что она не перегружена. Нравится, что есть ряд типовых настроек. Вполне достойно работает HDR. Хотя при суровом контровом свете заставить экспозамер ошибиться удается частенько. Ну, мы вроде не о фотофлагмане говорим, так что отставить панику. Кадры выходят неплохие, их не стыдно и в твиттер выложить зачастую. Кадры выходят неплохие, их не стыдно и в твиттере. По итогу я просто сяду и помолчу, потому что мне этот изи-пауэр от хайскрин нужен для того, чтобы поймать свежего суйкуна на рейде утром, днем собирать поков и шаров на хорошую прогулку, а под вечер основной смарт ткнуть на зарядку в этот самый пауэрбанк переросток, ну, а заодно вайфай при необходимости раздать. Если недорогой аппарат с такими же характеристиками и маленькой батарейкой можно запихнуть в разряд, не жалко потерять, то это по деле хайскрин эдакий мастхев городского путешественника. Ну, есть городские рюкзаки, а это вот такой вот городской мастхевный смартфон для основного смартфона в напарнике. Во-первых, за хороший пауэрбанк и денег обычно просят хорошо, а тут вам микророутер с двумя симками, телефон, медиаплеер, внешний аккумулятор и, как мы дома отметили, если аппарат умрет, из его корпуса выйдет превосходная мыльница под черным рамор. А если вам нужен наследник не третьего, а второго буст, вы тоже по адресу, это все за 7500 рублей. Да, хотелось бы оперативки гигабайта 2, ждем версию изи пауэр про, а то покемон гу перезапускать приходится. Мне лично еще кнопочек системных светящихся для души надо, ну, в общем-то, да и все претензии. Поэтому изи, ребята, изи пауэр, и до встречи на канале, пока.